Кому из вас эта тема близка? Кто хочет побыть главным героем? Такие все женщины. Давайте мужчину! Пусть он все расскажет. Меня зовут Семен. Вопрос предательства. Часто сталкивался. Когда тебя предавали? Когда меня, да, предавали. Очень полезно посмотреть, где вы были тем самым предателем. Я просто физически не могу стоять, мне очень плохо. Мне очень стыдно за то, что произошло. Что ты еще делал для других людей нехорошего? Я хотел это услышать всю свою жизнь. Чувство вины может быть непереносимо. Но и хранить вот эту связь с незавершенными отношениями тоже не имеет никакого смысла. Безусходность какая-то. Вообще было бы неплохо найти вот этот первый элемент, с которым все началось, и с ним разобраться. А давай, я сейчас найду. Вообще столько заплетов сейчас решилось. И это шоу-метод, шоу-безсценария. Разберем с вами тему предательства. И откуда оно возникает. Кому из вас эта тема близка? И была вашей жизнью. Хорошо. А кто хочет побыть главным героем? Держите руки. Ну, давай. Такие все женщины. Давайте мужчину. Пусть он все расскажет. Ну, привет. Привет. Рассказывай, как тебя зовут и с чем пришел. Меня зовут Семен. Он вообще пришел с вопросом возрастления. Вопрос предательства. Он, ну, часто сталкивался с моментами. Когда тебя предавали? Когда меня, да, предавали. Что хочешь разобрать? Давай возьмем что-нибудь из легенького. Тогда это что-то из бизнеса нужно. Партнеры по бизнесу тебя предавали? Ну, скорее, знаешь, как оставляли. То есть очень часто, как будто бы обрывался наш путь. И это происходило не потому, что вот как-то вот все вот мы доделали там до 100% и разошлись. Последнее такое было года полтора назад непредвиденно, то есть непредвиденно случилось предательство. То есть я уже просто вижу то, что мой партнер занимается другим направлением, с другим человеком работает. Ну, за мной какое-то время тянулось-то вот недопонимание. То есть я никак не могу вот понять, почему, то есть вот что происходит, почему. То есть мы дальше не можем двигаться, либо как-то разрастаться. А вы не поговорили после? А мы проговорили после. У нас был разговор полгода назад в декабре. Вот. Меня даже стошнило в первый раз в жизни. Вот после такого разговора. Когда вот что-то внутри такое произошло, что прям как будто бы я вот это выблевал, она завершилась. И сейчас я спокойно с ним общаюсь, мы проговорили. Но тут интересный момент в том, что именно меня успокоило. То есть по сути меня успокоило в нашем разговоре то, когда я увидел то, что особо каких-то больших успехов он не достиг. Ну... То есть как будто бы какой-то вот баланс. То есть и мне было хреново, и ему было хреново. Угу. А что вы смеетесь? У кого часто бывает так, что человек-то вас обидел или предал, и вы тихонечко радуетесь, когда у него не получается после? Вот по-честному. Давай посмотрим шире. Часто ли в твоей жизни повторялся сценарий предательства? Да, это не один раз было. То есть вот периодически такая штука происходит. Даже, возможно, даже есть какая-то цикличность. Возможно или есть? Угу. Если я сейчас вспоминаю, точно она там присутствует. Просто я не могу сейчас сказать, что это там, например, каждые три года. То есть такое было. Вообще такое бывает, что в какой-то момент раз, и я остаюсь один. Угу. Не всегда это форма какого-то предательства, что прямо через одно место меня перебросили. Но внутри всегда грусть присутствует и непонимание. То есть почему. Угу. Причём это и в близких отношениях. Я могу вспомнить, где-то и с мамой такое было. То есть, например, вот... Ну, странно вообще, почему я об этом вспоминаю. Ну, я хочу просто сказать, как я вот вспоминаю, что там в детстве, такой подростковый возраст, я, например, считал то, что она меня предаёт тем, что она своим подругам про меня рассказывает. То есть, типа, ну, какое право? То есть, ну, это же наши с тобой отношения. Зачем ты их куда-то выносишь? И как бы осознать, что там я тобой горжусь, или мне хочется там ещё что-то. И мне казалось, что... Да, блин, рассказывай сколько угодно, сделай так, чтобы я об этом не знал. То есть меня это прям ранило сильно. Я не мог это принять. И вот в той или иной форме вот такое вот, ну, предательство, оно, ну, меня... Угу. Хорошо. Давай посмотрим? Да. Давай. А кто хочет побыть в фигуре Семёна? Так. А давай ты. Да. Я тебе нашла прекрасную фигуру Семёна. А мне нужно ещё две фигуры. Ещё две фигуры. Так. Давай ты. Да. А, и ты давай. Они даже в чём-то похожи. Привет. Привет. Как тебя зовут? Александр. Побыть, пожалуйста, фигурой Семёна. Задача здесь — чувствовать. Заходите. Как тебя зовут и как себя чувствуешь? Меня зовут Лиза. Чуть-чуть волнуюсь. Первый раз участвую в расстановках, в принципе, в жизни. Побыть, пожалуйста, фигурой предательства. Отлично. Спасибо. Тебя как зовут? Юля. Угу. Побудь, пожалуйста, фигурой незавершённые отношения. Хорошо. И вы можете занять любое место в пространстве? Как ты себя чувствуешь? Достаточно спокойно. У тебя внутренние колебания нет. Стабильно. Угу. Скажи, и я стараюсь... Хочется быть подальше от этой фигуры. Скажи, и я стараюсь... Я стараюсь... Этого не замечать. Этого не замечать. И не помнить... И не помнить... Все эти ситуации. Все эти ситуации. И я даю этому место. Я даю этому место. Скажи, нормально общались? Нормально общались. Я и так хорошо живу. Я и так хорошо живу. И в это смотреть... И в это смотреть... Не хочу. Не хочу. Я даю этому место. Я даю этому место. Как ты себя чувствуешь? Вот состояние такое ровное внутри, но почему-то вот рука вот тут заболела. Это не свойственно. Скажи, я думал? Я думал. Что с этим можно? Что с этим можно? Не разбираться. Скажи, было и было? Было и было. И я даю этому место. И я даю этому место. Как себя чувствуешь? Ну, чувствую, что как-то незащищенный я. Уязвим. Вот так чувствую. Не суперкомфортно. А ты? Чувствую, что сложно опереться на левую ногу. Прямо подкашивается. Угу. Скажи, я еще готов? Я еще готов? К нескольким предательствам? К нескольким предательствам. Пока не сильно накрыло? Пока не сильно накрыло. Скажи, сейчас? Сейчас? Я выдерживаю тот объем? Я выдерживаю тот объем? Который есть. Который есть. Я даю этому место. Я даю этому место. Скажи, немножко тяжеловато, правда? Немножко тяжеловато, правда? но недостаточно сильно но недостаточно сильно чтобы я с этим что-то делал чтобы я с этим что-то делал я даю этому место я даю этому месту тут такое дело что она есть она в целом есть у многих в жизни но такой прям необходимости яркой что это наболело и с этим пора что-то делать такого нет пока пока есть какие-то успехи пока в целом то ну нормально и действительно на это можно и не смотреть как ты себя чувствуешь ну я понимаю чем идет речь я я хочу посмотреть туда а что будет результатом этого ну личностный рост будет результатом и я думаю результатом будет может быть качество того как я проявляюсь и что я получаю потому что у меня такая какая-то в голове крутится мысль что типа ну типа понятно что там типа ты получаешь меньше чем ты делаешь вот оно и вот то есть радость что хоть столько прилетает давайте еще одну фигуру поставим а вот давай как себя фигуру предательства чувствует нормальная сначала мне прям хотелось рядом рядом быть когда начали говорить о том что ну как бы ну да есть и есть то как бы вот как бы захотелось отойти как тебя зовут ксюша ксюша побыть пожалуйста фигурой следующий уровень это фигура олицетворения того самого роста перехода куда-то дальше движения то как есть сейчас но в целом то люди с этим живут а вот есть некая другая ступень как ты себя чувствуешь у меня очень сильно подкашиваются ноги прям вот я хочу стоять но я как будто не могу все тело не только ноги ты можешь присесть следующий уровень пока не очень живой грустно а как фигура семена себя чувствует там ноги подкашивались и как только фигура зашла сюда стало как-то захотелось сети но максимально далеко вот от остальных фигур скажи я не думал я не думал что эти истории что эти истории делают меня настолько слабым делает меня настолько слабым я даю этому место я даю этому место я признаю и принимаю я признаю и принимаю свою слабость свою слабость я даю этому месту я даю этому месту как себя фигур незавершенных отношений чувствует с самого начала как я встала у меня прям вибрировали ноги Я не могла стоять, и в итоге я села, потому что я просто физически не могу стоять. Мне очень плохо. Мне прям плохо. Физически. У меня к тебе есть хорошая новость. Чтобы перейти дальше, на следующий уровень, нужно разобраться вот с этой фигурой. Незавершённые отношения. Да? Да, да. Какие у тебя чувства к этой фигуре? Мне вообще не хочется сюда смотреть прям. И глаз отводит. Ладно. Скажи, я признаю и принимаю все те истории, где я был предателем, где я оставлял человека, где я оставлял человека, не выполнял свои обязательства, не пополнял свои обязательства, нарушал договорённости, нарушал договорённости, и считал, и считал, что это нормально, что это нормально, не замечая, не замечая, того, что я сделал, того, что я сделал, для других людей, для других людей. Я даю этому место. Скажи, я был уверен, что я прав. Я даю этому место. Скажи, моя правота стоила мне отсутствие перехода на следующий уровень. Скажи, я просто не сдал зачёт. Я даю этому место. И ко мне будут приходить люди, которые будут меня учить, чтобы я пересдал этот экзамен. И я даю этому место. Как себя чувствуешь? Такая некая затуманенность в голове, но в целом стабильное состояние. Как ты себя чувствуешь? Я в фокусе. Скалу подумал, как будто я растерянный. Ну, я понял. Да, ну, видимо, где-то было. Только где, не помню. Ну, отрывками помню, но вот прям конкретного, что вот это вот оно, мне вот такого нету. Скажи, похожий на то, что я даже не заметил, когда я предал человека. А он до сих пор живёт с этой раной. И мы до сих пор связаны. И я даю этому место. Скажи, похожий на то, и похоже на то, что сейчас у меня не всё получается, а они там искренне радуются за то, что у меня не получается. Но, к сожалению, у меня достаточно успехов, которые перекрывают, что мне пора с этим разбираться. И я даю этому место. Как фигура незавершённых отношений себя чувствует? Мне стало немножко легче, но когда он проговаривал слова про предательство, у меня прям слёзы накатывают, и я внутри прям плачу. Просто физически это сейчас сдерживаю. «Внутри я плачу». Хорошо. А встань, пожалуйста. У нас сейчас будет программа в программе, которая называется «Вспомнить всё». Нужно будет вспомнить какого-то человека, первый, кто в голову придёт, с кем ты поступил не очень хорошо. Кто это был? Гриша. А что было? Мы были в загородном доме на какой-то вечеринке. Вот. Уже было поздно. Я пошёл спать в какую-то комнату. И там началась какая-то заваруха. Вот. Там били Гришу. Мне стало страшно. Я просто сделал вид, что я спал и пропустил ситуацию мимо меня. Ну, мимо себя. Вот. А утром проснулся, увидел Гришу с распашенной мордой и лицом. Ну, вот. И вот это я вспомнил, что, получается, предал его. Мы дружили вместе, приехали туда. Вы разговаривали потом? Нет. Меня это, наоборот, закрыло. И, скорее, через какое-то время наши отношения не сошли на нет. Наша дружба. А вы много дружили? Долго? Ну, это были такие студенческие годы, когда мы много проводили времени, вместе много тусовались. Была общая компания, и достаточно близко, откровенно, много что обсуждали. Такой был старший товарищ на каком-то этапе жизненного. Скажи, и похоже на то? И похоже на то? Что на меня нельзя рассчитывать. Что на меня нельзя рассчитывать. Я даю этому место. И я даю этому место. Я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Свою слабость. Свою слабость. И я даю ей место. И я даю ей место. Вот представь, что это стоит Гриша. Что чувствуешь? Мне очень стыдно за то, что произошло. Я чувствую, что... Ну, какое чувство вины, как будто бы я мог повлиять на ситуацию. Что-то изменить. Но я испугался. Скажи, прости меня, что я тогда сделал вид, что ничего не было и не заступился за тебя. Скажи, прости меня. Прости меня. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Как ты себя чувствуешь? Мне стало легче, но у меня вибрируют ноги, и меня сюда-сюда мотает. Мне легче стало от этих слов. Вспомни следующую ситуацию. Что еще было? Договоренности, партнеры, люди. Да, что-то уже из бизнеса, партнерства. С кем? Возможно, первые мои проекты, которые были, невозможно, точно. С Алиной, с Кариной. У меня еще не было твердых компетенций, и, получается, я подвел их. А что там произошло? Были определенные ожидания, которые я не смог обеспечить, закрыть. И как вы разрешили это потом? С Алиной разрешили потом поговорили. Какую-то компенсацию денег я ей выплатил. Карина до сих пор на меня обижена и считает, что я ее кинул. Угу. Хотя у меня нет такого восприятия, но мне ни херятен сам факт, что она вот это так, думаю, это видит. Ну. Да, да, да. Карина права. А как ты думаешь, почему у нее такое восприятие? Как я честно думаю? Да. Я думаю, что возник момент, когда я действительно был неправ, там был такой треугольник, образовался. И это просто хороший повод был для нее выйти над конкуренцией, в том числе с моей женой. Я так думаю. Так, еще раз, а что за треугольник? Присядь пока. Карина дружила с Женей. Угу. С твоей супругой. Да, с моей супругой. Потом через Женю я познакомился с Кариной. Не то, что я предложил, вот мы обсудили вопросы о совместном, о возможном совместном проекте, о запуске ее курса по моде. И там вообще несколько таких было заплетов, не очень приятных для меня подробно все рассказывать. Ну, не обязательно, просто в чем вы состояло. Я просто сейчас вспомнил про Ксюшу, я Ксюшу тоже подвел. И тоже из-за этого переживал какое-то время. И не знаю, простила она меня или нет. А ты разговаривал с ней? Да, с Ксюшей мы поговорили, и мне кажется, формально она сказала, типа, ну ладно там, проехали. Вот. Мы снимали курс в апартаментах у Ксюши. Карина должна была сделать ей рекламу, но она что-то не сделала. И Ксюша сказала, вот тогда заплатите мне деньги. В общем, там девчонки что-то не поделили, остался крайний. А потом, мне кажется, что, ну, у меня Женя, она тоже очень модная, очень стильная. И Карина, она тоже, типа, модная и стильная. И вот, как бы, для нее это была возможность, так вот, типа, доминировать, сказать то, что и Семен там никто, и, типа, Женя тоже. Жена никого, это тоже никто. Вот что-то типа такого. То есть сейчас я не думаю, что у нее прям какое-то там желание разобраться, просто как возможность доминировать. Угу. Скажи, я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Все эти ситуации Все эти ситуации Когда я хотел доминировать Когда я хотел доминировать И я даю этому место И я даю этому место Я принимаю тот опыт Я принимаю тот опыт Ровно по той цене Ровно по той цене По которой он мне достался По которой он мне достался И я даю этому место И я даю этому место Скажи, и похоже на то И похоже на то что какая-то часть меня мне не доверяет. Потому что при сложностях я не умею решать конфликты и нести ответственность за неудачные проекты. За неудачные проекты. И я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене по которой он мне достался. И даю этому место. Как себя чувствуешь? Как будто бы волой. Весь горю уже, подмышки с потерью. Это уже все. Но я понимаю, что там не заканчивается. Как только мы проговариваем одно, я вспоминаю еще другое, третье. Хочется матягнуться. Что вообще? Ну, я очень рад этому процессу. Я внутри очень радуюсь. Как ты себя чувствуешь? Мне снова становится чуть-чуть легче. Мне снова становится чуть-чуть легче. Но меня все равно мотает. И когда каждый раз он что-то вот это рассказывает, мне прям как легче становится. Я думаю, да, это было так. И как бы мне прям... И прям облегчение какое-то возникает. Скажи, и похоже на то... И похоже на то... Что я до сих пор с собой ношу... ...все незавершенные вопросы. Все незавершенные вопросы. И огромную часть сил... И огромную часть сил... Я трачу на то... Чтобы их не помнить. Чтобы их не помнить. И я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Скажи, и оказывается мои новые проекты с висеками старых незавершённых отношений и договорённостей. И я даю этому место. И я даю этому место. Скажи, и я примерно знаю, чем закончатся новые мои начинания. Как себя чувствуешь? Но если честно, в такой лёгкой конфронтации, то есть хотелось сказать, Юль, да ладно, сейчас тоже всё не так. Внутренняя борьба. Вот так себя чувствую. Очень хочется пойти в сопротивление. Скажи, я думал, я думал, что меня делает слабым решение этих вопросов. Решение этих вопросов. Я чувствовал свою вину. Я чувствовал своё вину. А столько вины брать на себя я не готов. Я даю этому место. Скажи, я не думал, я не думал, что есть ещё какое-то чувство, что есть ещё какое-то чувство, кроме вины. Кроме вины. И оказывается, я со всеми ними держу связь через то, что я виноват. Понимаете, когда есть незавершённые отношения, и ты испытываешь чувство вины и борьбу в ответ, у вас всё равно отношения продолжаются. Это иллюзия, что там завершённые отношения. Там незавершёнка. Её очень много. И вот то, с чего ты начал, что есть партнёр, который тебя вроде бы как кинул. Ты говоришь, ну я радуюсь, что у него сейчас не получается. ну было же. Но ведь у тебя тоже не всё сейчас получается. Потому что было вот это. И вот это. И когда ты с этим разбираешься, ты высвобождаешь огромное количество энергии и завершаешь корректно те связи, которые не были завершены. И тогда у тебя появляются силы на следующий уровень. Но пока следующий уровень в анестезии. мне становилось периодически легче, но с какими-то фразами, наоборот, становилось хуже. Но я сидела там, и мне не хотелось на него смотреть. А после того, как он начал проговаривать, мне захотелось не видеть вот эту фигуру и смотреть на него. Как себя фигура Семёна чувствует? Сначала хотелось сесть. Такое ощущение маленького. Когда он начал проговаривать про ответственность, тогда силы стали возвращаться. Сейчас вот на последнем, прям правая сторона тела, так особенно голова пульсирует. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю? Что я не виноват? Что я не виноват? В отношениях своих родителей? В отношениях своих родителей? Я даю этому место. Я даю этому место. Они взрослые? Они взрослые. И они сами разберутся? Они сами разберутся. Как себя фигуру предательства чувствует? Ну, меня тут мотало. Я просто стояла на одном месте, у меня было такое ощущение, что мне то вперед, то назад. И когда сейчас вот последние фразы проговорили, я чётко поняла, что назад. Как бы хочется чуть отшагнуть. Скажи, я всегда рядом? Я всегда рядом. Если что? Если что? Я приду на подмогу? Я приду на подмогу? В любые отношения. В любые отношения. Меня даже звать не надо. Меня даже звать не надо. Дело в том, что каждые последующие отношения у вас становятся не новыми отношениями, а как будто бы продолжения старых. И как будто бы все взаимоотношения твои с другими людьми — это отношения с одним и тем же человеком. просто лица меняются. Имена меняются, лица, контекст, в котором вы сходитесь. Но это как будто один и тот же человек. И один продолжает другого. Как ты себя чувствуешь? Ну, если честно, я себя хорошо чувствую. Ну, потому что я уже устал себя винить за все. Оно было и было. То есть либо нужно разбираться, либо, ну, как-то отпустить, что ли. А как можно разбираться? И что тебе это даст? Вот я как раз тоже об этом думаю. Ну, как разбираться? Там практику прощения сделать? Простить их всех, да, за то, что я их предал. Нет, почему бы просить, чтобы они меня простили. С кем-то, может быть, ну, узнать, может, человеку. Подарок какой-то сделать. Ну, вообще было бы неплохо найти вот этот, ну, как первый вот этот элемент, с которым все началось, и с ним разобраться. Найти крайнего? Крайнего, вот первого. Первого? Лицо, которое вот... А давай, я сейчас найду. Найти тебе? Это я? А ты догадливый. Или мы кого-нибудь позовем. Не, кстати, я пальцем в небо вдохнул. Ну, и ты попал. Значит, у меня есть шансы на следующий уровень. Но не от всего сердца. Я уже вижу, как тебе жарко просто. Мне очень жарко. Уш на сковород. Нет, в целом мы можем оставить как есть. Смотри, кладбище отношений. Дохлый следующий уровень. И детская фигура тебя. Нормальный подбор. Смотри, отличный кастинг ребята прошли. А за тобой стоит фигура предательства. Во главе всего. Кто я такая, чтобы вам тут что-то исправлять? Вот, отличная картина масла. Давай мы, знаешь, как сделаем. Я сейчас позову еще одну фигуру. И мы посмотрим. Мужскую фигуру. Мне нужен мужчина. Мужчина, мужчина. Ой, а можно я вот вас, пожалуйста? Да, да, вас. О-о-о-о. С этой мыслью я сегодня сюда ехал. Семен, у нас проблемы. Я знаю эту проблему, да. Проблема в том, что человек, кого я позвала, он сказал, здесь нет мужчин. Ну, это правда. Здесь нет мужчины. Ну, ты жесток к себе. Ну, пора уже. Хорошо. А сколько тебе сейчас лет? Сорок. А тебе сколько? Лет пять-шесть. Нет. А тебе реальному сколько? Тридцать шесть. Хорошо. Заходите. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Максим, побудьте, пожалуйста, фигурой Семена. Но таким, каким вы будете через десять лет, он будет через десять лет, если ничего не менять. Это ты через десять лет, если ничего не менять. А то, может, и не надо менять-то на самом-то деле. Отличная конструкция, нормально все держалось. А вы уже все поняли, да? Как себя чувствуете? Ну, состояние такое, что безысходность какая-то. Безысходность? Безысходность, да. Что вчера было, что завтра будет одно и то же. Ну, классно, без перспективы. Нет, не очень. Как фигура предательства себя чувствует? Замечательно, потрясающе. Мне хотелось стать впереди и вести. Ну, правда. А как ты себя чувствуешь? Мне тут прям комфортно. Тут вроде что-то непонятно, но знакомо. Хочется прям спрятаться за этой фигурой. Скажи такую фразу. Я не знаю, как иначе. Я не знаю, как иначе. Мне кажется. Мне кажется. Что я не справляюсь иначе. Что я не справляюсь иначе. Я вижу только тот вариант. Я вижу только тот вариант. Где я виноват. Где я виноват. А такое количество вины. А такое количество вины. Я не готов вынести. Я не готов вынести. Поэтому я живу в этом И игнорирую это И пока у меня есть силы Игнорировать предательство Я это делаю Но как иначе, я не знаю Здесь, смотри, нет ничего плохого И не хочу сказать, что ты вот такой Негодяй, плохой Вот там кого-то подставлял Но Как будто Нет сейчас прохода В то А как иначе А где сила твоя И ты в этом теряешь силы Потому что Фигура тебя через 10 лет Но он не очень здорово себя чувствует И не очень здорово А фигура тебя в текущий момент Маленькая в детской позиции Мне захотелось встать Но я чувствую, как будто бы У меня ноги слишком тяжелые И я не устаю Но мне очень хочется встать Угу Что делать Перестать себя предавать А это как? И предавал ли ты себя С Кариной, Алиной и остальными? Как себя перестать предавать? Дело в том, что под словами Перестать себя предавать Человек может уйти В еще большую гордыню И разрушать отношения Быть в своей правоте Скажи, и похоже на то И похоже на то Что мне важно Что мне важно Держать свое слово Держать свое слово Когда я держу свое слово Когда я держу свое слово Это не значит Это не значит Что я должен разбиться в дребезге Что я должен разбиться в дребезге И всю вину взять на себя И всю вину взять на себя Но это точно значит Но это точно значит находить выходы и договариваться не в одностороннем порядке, а по согласованию сторон. Я признаю и принимаю, что внутри меня есть часть, которая занимается обманом и самообманом. И я даю этой части места. Давайте еще пару фигурок. Да, девушка в белом костюме. Стойте, стойте, стойте. Стремительная какая. И давайте вы. Как тебя зовут? Меня зовут Марина. Марина, побудь, пожалуйста, фигурой лжи. Смотри, какая красивая ложь. А вас как зовут? Здравствуйте, Наталья. Наталья, побудьте фигурой правды. Что с тобой происходит? Когда он проговаривал, почувствовалось некое взросление. Сейчас чувствуется более подростковое состояние уже не маленького ребенка. И вот здесь прям комфортно. Туда не хочется идти. Скажи, и похоже на то, что долгое время для меня ложь была способом выживания. Скажи, только не договаривая, меняя договоренности меняя договоренности в моей голове я раньше мог выжить. И я даю этому место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду, кто умер за правду. И я даю им место. Я принимаю этот опыт я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. По которой он мне достался. И даю этому место. И даю этому место. Как ты себя чувствуешь? Сейчас уже прекрасно. Сначала меня прям так волной накрыло, но когда заместитель, я встал сюда, да, и заместитель сразу начал говорить, у меня так хоп-хоп, мне сразу легче стало. То есть сейчас мне хорошо. Как фигура незавершённых отношений? Мне легче, я вижу выход Как фигура Семёна через 10 лет? Ну, мне нужно куда-то пойти, но пока непонятно, куда тянет То есть неопределён вектор до конца То есть, ну, фигуру правды я вижу Скажи, и похоже на то, Семён И похоже на то Что я до сих пор не знаю Что я до сих пор не знаю Кем стану Кем стану Когда вырасту Когда вырасту Я даю этому место Я даю этому место Я не всегда знаю цель Я не всегда знаю цель А бывает, даже не стараюсь её искать А бывает, даже не стараюсь её искать Я признаю и принимаю Я признаю и принимаю. Что я часто занимаюсь самообманом. Что я часто занимаюсь самообманом. И я даю этому место. Как ты себя чувствуешь? Когда проговаривали про род, почувствовался прилив силы, но некая неопределённость, как её и куда направить, но захотелось отодвинуться от лжи. Как ложь себя чувствует? Я себя хорошо чувствую, но меня привлекает девушка. Предательство? Да. Вы можете выходить? Конечно. Смотри, как интересно. Стоят три фигуры. Предательство, ложь и следующий уровень. И уш на сковородке. Это я полчаса назад, а не через 10 лет. Или это, оказывается, полчаса назад на 10 лет вперёд? Это вот ты 10 лет вперёд, понимаешь? Вот твоё будущее. Давай ещё поговорим немножечко. Как бы получше, но... Сема, хватит. Брать её отсюда хочется, но здесь остаться... Он не может найти себе место. Не могу, да, найти место. Так лучше. Так хорошо. Поближе к правде? Да, так хорошо. Чё делать будем? А какие есть варианты? Ну, что делать? Ты хочешь поторговаться? Нет, нет, нет. Я хочу... Я хочу... Я вижу, что я не хочу. Искать себя. Нет, ну, нет мысли вот так вот... Ну, вообще, вот эта штука про цели, которую ты сказал, это прям очень... Точно-точно. Я, наконец-таки, вообще увидел какие-то вещи, которые я делал, которые были лишены цели. Мне так стало... Давай ещё поговорим... Непонятно и обидно. Давай поговорим, что ты ещё делал для других людей нехорошего. Нехорошего для других людей что делал? Скажи, и похоже на то? И похоже на то? Что я много кому не заплатил. Что я много кому не заплатил. И не заметил этого. И не заметил этого. и я даю этому место я даю этому место я думал что я прав я думал что я прав но оказывается но оказывается не очень не очень у тебя тут полный карт-бланш уже даже какие-то дополнительные фигуры выводить бесполезно потому что пока у тебя внутри не произойдет перещелк как ты думаешь вот давай давай так скажи я признаю и принимаю я признаю и принимаю что внутри меня есть часть что внутри очень важно держать лицо держать лицо и для меня самое страшное и для меня самое страшное это потерять лицо это потерять лицо я даю этой части места я принимаю этот опыт я принимаю этот опыт ровно по той цене ровно по той цене по которой он не достался по которой он не достался я признаю и принимаю я признаю и принимаю что внутри меня есть часть что внутри меня есть часть которой важно который БЫТЬ КРАСАВЧИКОМ И Я ДАЮ ЭТО ЧАСТИ МЕСТО Я ПРИНИМАЮ ЭТОТ ОПЫТ РОВНО ПО ТОЙ ЦЕНЕ ПО КОТОРОЙ ОМ МЕ ДОСТАЛСЯ И ПОХОЖЕ НА ТО ЧТО Я НЕ ВЫДЕРЖИВАЮ СВОЮ СЛАБОСТЬ И Я ДАЮ ЕЙ МЕСТО Скажи, Я ПРИЗНАЮ И ПРИНИМАЮ Я ПРИЗНАЮ И ПРИНИМАЮ ЧТО ВНУТРИ МЕНЯ ЕСТЬ ЧАСТЬ ГДЕ Я НЕ КРАСАВЧИК Я ЕЙ ТОЖЕ ДАЮ МЕСТО Скажи, МНЕ МОЖНО ОШИБАТЬСЯ И ПРИЗНАНИЕ ОШИБОК И ПРИЗНАНИЕ ОШИБОК ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЫМ ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЫМ А НЕ СЛАБЫМ А НЕ СЛАБЫМ И Я ДАЮ ЭТОМУ МЕСТО И Я ДАЮ ЭТОМУ МЕСТО КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ? НЕ ОЧЕНЬ А ПОПОДРОБНЕ? Ну, что я такой дерьмовый И обманывал им, заплатил и там И предал, и еще что-то Прямо как ужасный человек какой-то А ты становишься от этого ужасным человеком? Ну, вот я так все чувствую сейчас Скажи, я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Все те истории Все те истории Когда я осуждал других людей Когда я осуждал других людей За их поступки За их поступки И считал их плохими людьми И считал их плохими людьми Но я не знал Но я не знал Какой опыт им пришлось пройти Какой опыт им пришлось пройти Я осуждал их Я осуждал их А потом сам прошел этот путь А потом сам прошел этот путь И Я ДАЮ ЭТОМУ МЕСТО И Я ДАЮ ЭТОМУ МЕСТО Как ты себя чувствуешь? Ну вообще мне хочется от самого себя уйти Я чувствую, что все хорошие и один плохой Вот на меня все шишки посыпались Скажи, я устал? Я чувствую несправедливость То есть может быть, конечно Я не такой замечательный человек Но я чувствую несправедливость, что это несправедливо Что это все мне достается и готовлю Вот что я чувствую Скажи, и какая-то часть меня И какая-то часть меня Считает мир Несправедливым Я даю этой части место Скажи, но похоже на то Что если этот мир существует И до сих пор стоит Значит здесь Все справедливо Просто я не видел всю картину Я видел только часть Я видел только часть И судил И судил Людей Людей По той части мира, которую я видел По той части мира, которую я видел Как себя чувствуешь? Полегче Груз ответственности Ответственности как-то спадает Ну вообще Когда мы проговаривали Я почувствовал, что Я что был в конкуренции с миром Скажи, Господи И мне даже Неловко за это Господи Мне казалось Мне казалось Что я все знаю Что я все знаю И что я могу И что я могу Судить других людей Судить других людей И рассуждать И рассуждать О том, что было несправедливо О том, что было несправедливо И я даю этому место И я даю этому место Скажи, но похоже на то И похоже на то Что весь мир Что весь мир Находится в балансе Находится в балансе и всё, что здесь есть, почему-то справедливо. И если я не вижу всей картины, это не значит, что что-то несправедливо. А я ведь реально не вижу всей картины. Как себя чувствует Семён через 10 лет? Семён через 10 лет себя чувствует неважно. То есть не может определиться, то ли он имеет динамику вперёд, то ли назад. То есть ноги не идут. Скажи, у меня нет опоры. У меня нет опоры. Я не знаю, на что опереться. Я не знаю, на что опереться. Чему верить, а чему нет. Чему верить, а чему нет. Только для тебя сегодня на распродаже ещё одна фигура. Опустите руки. Есть здесь те, кто по профессии свои юрист? Есть? Вот, давайте. Семён напрягся. Зачем нам юрист? Не, просто я по второму высшему тоже юрист. Я по первому образованию юрист. Так. Но я не практиковал. Мы заметили. Давайте, без вас нам никуда. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Кристина. Побудьте, пожалуйста, фигурой закона. Хорошо. И здесь я имею в виду не только законодательство юридическое, а в целом такие законы совести, законы мироздания. Просто закон. И что бы здесь ни происходило, всё будет происходить по закону. Это та самая справедливость, в которую ты не верил. Как ты себя чувствуешь? Мне очень хотелось находиться рядом с правдой. Прямо ни за что не отпускать. Но как только появилась эта фигура, как будто она инстанция выше. Захотелось быть здесь. Как интересно. Скажи, и похоже на то, что я всё перепутал. Я перепутал правду и свою правду и ложь. Для меня это такое размытое понятие, с какой стороны не посмотришь, как будто бы всё неоднозначно. Будто бы всё неоднозначно. Я даю этому место. Я даю этому место. Сейчас я беру из фигуры правды, вытаскиваю свою правду, которая удобненькая ложь. Мы её переносим в фигуру лжи. Как ты себя чувствуешь? Какое-то облегчение, пока ещё непонятно. Скажи, я привык Я привык Опираться Опираться На свою правду На свою правду И крутить её И крутить её Под удобным ракурсом Под удобным ракурсом Я даю этому место Я даю этому место Как себя чувствуешь? Ну да, да, есть такое. Я уже думал, мы всё, а вот ещё это. Ну, признаю, да. Скажи, я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Всех тех в моём роду Всех тех в моём роду Кто выжил Кто выжил Благодаря обману Благодаря обману И я даю им место И я даю им место Я принимаю этот опыт Я принимаю этот опыт Ровно по той цене По которой он мне достался Которую он мне достался Скажи, и когда-то И когда-то Они смогли сохранить жизнь Они смогли сохранить жизнь благодаря лжи. Я даю этому место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду, кто воровал, нарушал закон, участвовал в махинациях и опирался на ложь. И я даю им место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И даю этому место. И какая-то часть меня считает, что ложь и обман — это достойный способ выжить. И я даю этому место. Я признаю и принимаю всех тех в моём роду, кто потерял всё за правду. Кто потерял свободу за правду. Кого убили за правду. И я даю им место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Скажи, в моей системе правда стоит слишком дорого. В моей системе правда стоит слишком дорого. Я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Как себя чувствуешь? Какая-то как уверенность может внутри есть. Угу. Как себя чувствует фигура Семёна через 10 лет? Ну, мне куда-то надо сместиться, но я не пойму, куда. То есть нам бы с правдой куда-нибудь вперёд. Но она стоит здесь. Эта фигура больше тебя, ты её никуда не сместишь. А хотелось бы. Скажи, и похоже на то, и похоже на то, что я хотел управлять, что я хотел управлять, тем, тем, чем я не могу управлять. Чем я не могу управлять. Да, я реально хотел. Я даю этому место. Я даю этому место. Скажи, а какая-то часть меня до сих пор не согласна отказаться от своей правды. Отказаться от своей правды. Я даю этому место. Я даю этому место. Как ты себя чувствуешь? Будто идёт с каждым моментом всё более и более комфортно. Здесь чувствуется сила, здесь тоже какое-то родное чувствуется. Угу. Скажи, и похоже на то? Похоже на то? Когда я опираюсь? Когда я опираюсь? На закон. На закон. И на правду? И на правду. Я в этом чувствую силу. Я в этом чистую силу. Я даю этому место. Я даю этому место. Когда я отступаю от закона. Когда я отступаю от закона. И от правды. И от правды. Я слабею. Я слабею. Скажи, я всё перепутал. Я всё перепутал. Я думал, что ложь. Я думал, что ложь. Сделает меня сильным. Сделает меня сильным. И поможет мне выкрутиться. И поможет мне выкрутиться. А оказывается. А оказывается. В любой непонятной ситуации я могу опереться на правду и на закон. Я даю этому место. Как себя чувствуешь? Стабильно. Внутреннюю силу опору. Как ты себя чувствуешь? Мне очень нравится. Вот сама мысль-то как... Сейчас кажется, это так просто. А я действительно это отрицал. Хотел делать всё сам, всё сам. Скажи, я думал, что можно всё рассудить и опереться на мою правду. А оказывается, я могу опираться на закон в любой непонятной ситуации. И мне не надо быть судьёй для других людей. И я даю этому место. Вообще столько заплётов сейчас решилось. Скажи, я признаю и принимаю всех тех в моём роду, кто был юристом и судьёй и превышал свои полномочия. Нарушал закон в свою пользу. Используя свою правду о нереальный закон. И я даю им место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И похоже на то, что когда я стою в поле закона, мне не нужно никого судить. Я могу опираться на правду и на закон. И для меня это едино. И для меня это едино. И я даю этому место. И я даю этому место. Как себя чувствуешь? Очень классно. Но это то, в чём я могу разобраться. И даже... Я сейчас начинаю вспоминать ситуации, которые я лишал из своей правды, а можно было гораздо проще решить их через закон. Я думаю, как-то было глупо. Придумывать что-то своё, если есть уже готовое. Тем более ты юрист. Тем более я юрист. По образованию. Я в целом хорошо разбираюсь в этом. Да. Многие удивляются, что с моим огромным опытом у меня никаких нету. А почему не применяешь? Вот потому что каждый раз перековеркал что-то по-своему. Нет, я... Вот когда ты говорила, зачем я беру ответственность, что-то объясняю человеку, нужно сказать, типа, ты договор подписывал, иди читай, что-то подписывал, и всё. И сказать, до свидания, и всё остальное через утро. Я что-то ему объясняю, хочу, чтобы он как-то понял, или ещё что-то. Я думаю, какой-то бред. То есть многие вещи, когда я думал, что я там кому-то не заплатил, это просто я их ответственность на себя взял. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что я предпочитал? Что я предпочитал? Устные договорённости. Даже когда были письменные договорённости, я всё ночью-то устно рисовал. Вот в чём бред, что я предпочитал устные договорённости. Как тебе фигура закона? Классная, вообще супер. Да, мы с ней столько всего сотворим. Не, реально, я не сторонник нарушать законы. Я только люблю на самокате там по встречке поездить. Это вот максимум, что мне нравится. А так там какие-то вот такие вещи. У меня к тебе плохая новость. Ещё одна? Вот эти лазейки на самокате по встречке, своя правда. интерпретации разные. В свою пользу идите, разбирайтесь, читайте договор. Ты в этом не встаёшь истинно в канал правды и закона. Ты всё равно просто пытаешься мухлевать и что-то делать, подкручивать и снимать с себя ответственность. Я тебе пытаюсь здесь донести вот это чувство, когда ты опираешься на правду, но не на свою правду. И не на то, что люди, идите сами, разбирайтесь, читайте договор. Не на разрушение отношений, понимаешь? А на то, что ты продолжаешь договариваться с людьми, но при этом ваши договорённости, они корректно отражены в договоре. и даже если происходит такая ситуация, что ты не можешь исполнить прямо сейчас обязательства по договору, ты передоговариваешься корректно в рамках закона. И когда ты опираешься на правду и на закон, у тебя сила. Смотри, новый уровень, вот, новый уровень, тут в любом случае будет масса непонятных ситуаций, тех, которые ты проходишь впервые. и будет много нового, непонятного, новых вводных, в том числе невозможность выполнить договорённости, потому что, когда ты заходишь в новый проект, ты не всегда знаешь все нюансы, понимаешь? Да, да. И будет момент, когда нужно будет взять ответственность за вот эту непонятную ситуацию на себя и передоговориться в рамках правды и закона. Да. Окей. И выполнить свои обязательства. Да, ну. Но для того, чтобы тебе пройти вот в это, нужно решить со старыми обязательствами, потому что они на тебе продолжают висеть из-за того, что изначально корректно не договорились, не поняли, было страшно выполнять, а почему я крайний, а неужели я во всём виноват. И тогда, если ты вот в этих взаимоотношениях, вот, потому что они стоят с предательством и с ложью. то есть незавершённые отношения, в них есть предательство или ложь? И то, и другое. Окей. Скажи, и похоже на то, и похоже на то, что мне нужно разобрать, что мне нужно разобрать, все незавершённые отношения, все незавершённые отношения. Везде, где была ложь, предательство и своя правда, нужно прояснить и выполнить свои обязательства. И это моя ответственность — их выполнить и не перекладывать на других людей. И я даю этому место. Как ты себя чувствуешь? Ну, это фигура нового уровня. Да, следующий уровень. Ну, привет. Здесь с ней лучше находиться, но не хватает ещё поддержки. То есть её бы сейчас в ту тусовку затащить как-то. Давай лучше договоримся. Но я с Семёном так неуверенно говорю, что всё время болтает. Вот очень неуверенно. Мне, Семёну, тяжело через 10 лет. Прям поувереннее надо говорить сейчас. Потому что потом, через 10 лет, вот такое шатание. Как ты себя чувствуешь? Мне вообще было очень грустно, что там правда, все остальные фигуры, с ними все всегда взаимодействуют, а я как будто стою в стороне, и на меня никто не обращает внимания. Такой какой-то был синдром. Я сейчас так обрадовалась, что ко мне подошёл Семён через 10 лет, и мне прям стало очень хорошо. И мне никогда не хотелось, чтобы он от меня уходил. Вот мне хотелось, чтобы он рядом был. Скажи, и похоже на то, что я не знаю, как выглядит следующий уровень. Я просто стремлюсь к симуляции развития. Я даю этому место. Как себя чувствуешь? Это мое любимое блюдо. На самом деле, сейчас, вот при том, что так себе, какая-то есть вера в себя. Я думаю, охренеть, столько уже тебе, вот бэм, бэм, ты уже думал, всё, и ещё эта плюха. И, ну, классно, да. Ну, значит, моё. Могу я позвать закон и правду? Встаньте за его спину. И положите руки на плечи. Как себя чувствуешь? Не очень. Ты плакать хочешь сам. Скажи, и кажется, сейчас и кажется, сейчас я начинаю осознавать я начинаю осознавать где я был неправ где я был неправ фигуры незавершённых отношений. Подойдите к нам, пожалуйста. Встань на лицо. Посмотрите в глаза друг другу. И вот теперь из другого состояния, когда у тебя за спиной закон и правда, когда ты искренне, честно знаешь, где ты неправ. Можно это даже назвать совестью. Каждый сам про себя глубинно знает, где мы были неправы. И быть неправым это не значит быть виноватым. Понимаете? Чувство вины может быть непереносимым. Но и хранить вот эту связь с незавершёнными отношениями тоже не имеет никакого смысла. Вы таскаете людей в своём поле и носите с собой это кладбище незавершённых отношений. Скажи такую фразу. Я тоже. Я тоже во многом была неправа. Во многом была неправа. И я про себя это знаю. И я про себя это знаю. И в отношении тебя я во многом была неправа. Я во многом была неправа. И пыталась на тебя повесить свою вину. Повесить свою вину. Но у меня за спиной тоже есть закон и правда. Тоже есть закон и правда. у меня есть разные у меня есть разные есть и ложь есть и ложь и обман и обман и предательство тебя и предательство тебя но есть и правда и закон но есть и правда и закон я даю этому мест и я даю этому место. Понимаешь, это не значит, что ты во всем крайний. Там, на том конце тоже все запутано, тоже своя правда. И тоже люди не могут перейти на следующий уровень. И вы вместе не можете перейти. Когда она говорила, мне казалось, что я хотел это услышать всю свою жизнь. Скажи, прости меня. Прости меня. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И я прощаю тебя. И я прощаю тебя. Я очень благодарю тебя. Спасибо. А ты это все носил. Скажи, мне было очень больно. Мне было очень больно. Скажи, мне тоже. Мне тоже. Мы ранились оба. Мы ранились оба. Как следующий уровень? Мне стало очень тепло, когда он заплакал. Обрати внимание, что и твоя фигура заместителя, и ты через 10 лет оба стоят возле нового уровня. И они сами туда встали. Когда ты внутренне прошел, вот в это. Но не бывает, что в этом кладбище отношений виноват кто-то один, кто-то один крайний, прав или неправ. Они тоже не умеют договариваться. И они тоже на своей правоте. И тоже когда-то лучший обман помогали им выживать. И когда вы вдвоем заходите в это, там уже так все перепутано, что не разберешься, где начало, где конец. Но когда ты делаешь свою часть, то ты свою совесть очищаешь, понимаешь? Ты опираешься на правду и на закон. И признаешь, где ты ошибался, не понимал, не знал, не брал ответственность. Где ты действительно несправедливо повел, но точно так же и с тобой тебя вели. Это обоюдный процесс, понимаешь? И готовы ли будут люди на том конце пройти так же в честность, в правду, в закон, это уже их часть. И их желание или нежелание переходить дальше. Ты за них не сделаешь, но ты можешь сделать за себя. Да. Как ты? Я хочу немножко побыть вот в этом. В этом. Я хорошо. Благодарю тебя. Благодарю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие, тема предательства это всегда дорога с двусторонним движением. И очень полезно посмотреть, где вы были тем самым предателем, где вы некорректно поступили с другим человеком. Это не значит стать виноватым во всем. Но хотя бы отделить правду от лжи, закон от обмана. И опираясь на правду и на закон, вы обретете свою силу, вернете ее к себе. Я благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...